всем привет сегодня получил довольно таки любопытный комментарий от евгения орла значит и он указал ссылочку на arch linux с графическим инсталлятором по этой ссылочке вот кликаем оказываемся вот здесь вот ну вроде бы как там на английском языке но самое главное что вот идем в отдел загрузок download и здесь вот даны загрузки по торренту и просто загрузчиком самого броузера я скачал по торренту значит файлик небольшой там 672 мегабайта значит вот значит его характеристики дата выпуска 13 марта совсем скажем так свеженький и давайте-ка мы попробуем как он работает значит я запущу виртуалочку создадим для такого дела значит напишем arch вперед из песней памяти дадим побольше здесь совсем согласимся вот таким вот скажем образом ну и под настроим слегка значит здесь у нас будет процессора я выделю 2 ему здесь все-таки там где-то под 90 чтобы он сильно мне не грузил cpu видео памяти дадим побольше ну и носитель подключим носитель у меня был загрузках вот оно все готово ну а теперь давайте как говорится будем посмотреть запустим вот появляется игра это само меню значит но я беру вот этот инсталлятор 64 битный посмотрим как оно там все это дело будет работать тут он нам выкидывает значит сообщение что он там может что не может к сожалению наш образ на вертал очки вот не хочет так вот ставится растягиваться но тем не менее ну а тут значит по-английски значит написано начать автоматическую установку запустите команду arch anywhere показать этот экран в любое время напечатать старт значит практически что нужно сделать напечатать arch пробел а не ну давайте ну давайте попробуем только я вот не знаю почему-то курсортр никаким образом не хочет сюда остановиться ну давайте arch черточка any в и нажмем запомним что у нас автоматический логин значит с паролем root вот установка на языках ну давайте выберем русский язык посмотрим что он тут предлагает вы хотите начать процесс установки да пожалуйста подождите пока протестирует мое соединение мы можем и под итак он значит посмотрел и просит указать локализацию ну давайте еще раз пробежим вот локализация русская нажмем enter часовой пояс гриммич 0 gmt 0 тут разные варианты я даже не знаю да потом поменяем enter раскладка клавиатуры ну давайте выберем русскую значит есть автоматическая разметка диска есть автоматическая разметка диска использование шифрования есть ручная и так далее но на жестком диске у себя буду делать вручную а здесь пусть сделает на виртуальной коробочке все самым extension 4 до extension 4 файлом предлагает да пожалуйста окей джипоте нет не хочу применить изменения не хотите ли вы на обновить список ваших зеркал да ради бога так у меня германия а вот есть гб вот и пусть английские зеркала мне обновляет выберите тип системы которую вы хотите установить arch linux основной linux base devil base lts вот lts base это с длительной поддержкой то есть lts это long term support длительное время поддержка я хочу вот этот нажимает enter бутлоудер да я не использую wi-fi для остановки у меня проводной по моему соединения пусть установят установить до установить ради бога кто же против пишет это может занять много времени хотя сам по себе образ который мы скачали значит на сайте было заявлено по моему там что-то около 600 мегабайт давайте посмотрим в действительности загрузках ну тут у меня получилось 704 мегабайта но в принципе разночтение скажем так не очень-то и большие ладно подождем что выявлено 64-битная архитектура добавить или нет репозитории pacman который позволяет установить 32-битная да ради бога ради бога хост-нэйм хост-нэйм а а пароль а я зеливаю юзер еще раз юзер создать новый аккаунт для пользователя да пожалуйста опять таки имя пользователя юзер новый пароль а тоже юзер снова повторяем включить режим суду для юзер да хотите ли установить windows менеджер да конечно а вот какой я почему ты 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 мне нравится цена мончик вот его я и поставлю в качестве менеджера windows хотя вы мой посмотрите сколько arch linux предлагает вам самых различных вариантов скажем рабочего стола ну ладно цена мон я и так знаю давайте поставим первую которую они сами предлагают на это у них на xfc а арчевская то ради бога я просто поддержку ноутбуков не буду и тачпады ставить а графический менеджер логинов да пожалуйста да установить пусть там сам себя милого и устанавливает спрашивает хотите ли вы установить часто используемое программное обеспечение а ну давайте посмотрим что есть например что есть в аудио аудасити аудасити да пульс аудио на всякий случай линокс мультимедиа студия никогда еще не видел то давайте поставим ее добавить так игры графика что имеется в графике блендер стандартный гип я очень много хорошего слышал в аппинте гип ну и блендер допустим добавить так интернет хромиум без вопросов фарфокс фарфокс тоже торрент клиент без вопросов так пожалуй что с графический я возьму вот так вот вот да и достаточно добавили офис бюорд так ливри офис Вот именно как раз А, это из Каллигры А из офиса он дает только Процессор Ну давайте тогда Так Ну в принципе мне нужен только Текстовый процессор и Электронные таблицы Ну гнумерик я знаю Каллигры я еще не пробовал Ну давайте поставим Каллигру И текстовый процессор Абиворд В принципе достаточно Добавили Эмулятора терминала Ну их тут куча Ну возьмем родной Алекс Фейсовский Так Наспишем Не знаю Ну давайте Это возьмем Какая разница Системные утилиты Вот какой-то Как у него Конки Эменеджер Или просто Ну ладно Ну Джепартед Это без вопросов Так Фейл Фейл Имейджер Каллинный момент Так ладно Ну виртуальная коробочка Само собой Так вот имеется Двухпанельник Посмотрим тогда Что это такое ВГТ есть Так Ладно Ну и теперь нажимаем Готово Ставим Ну вот Появилось сообщение В принципе Я согласен Перезагрузить Систему Нажмем Загрузку Посмотрим Что получится Установка Установка Не надо А вот Будет Экзистем Ассистем Да Арчлинекс Да Арчлинекс Как мы его и заведем Ну пароль у меня Везде Юзер Как мы его и заведем Ну вот так вот Выглядит Арчлинекс Вот так Краска Арчет И виртуальная коробочка Теперь его нормально Расширяет Ну что Экран Рабочий стол Сделан Довольно таки Симпатично Отражает Название Системы Арч Н и В Приводится Как везде Ну а теперь Установим Арчик Запишем Его На флешечку Перед этим Мы ее Отформатируем Ну Заведем Пароль Все сделано Пойдем сюда Загрузки Вот у нас Арчлинекс Посмотрим Еще раз Его свойства Ну ладно Запишем Его на флешку Вот Создание Загрузочного Носителя Записать Заведем Парольчик И запишем И еще раз Поблагодарим Изобретателей И коверкателей Русского языка За дурацкую Надпись Аутентифицировать Да просто По русски Написали бы Да Или по-английски О К Окей Но вот Такое Вот придумать Это только И может Русский человек Который над русским Жизыком Так Коверкается Итак Образ Записан Что я сейчас Сделаю Я Просто Перезагружусь И Запишу Арчлинекс На один из разделов Своего Жесткого Диска У меня Вот такой Разделчик Есть Тут Свободный Где-то По-моему Завалялся Сейчас Посмотрим И так Значит Я скорее всего Поставлю Сборочку На Восьмой Раздел Жесткого Диска То есть У меня На ней Ничего Там Не стоит И так Вот Я только что Загрузился С вновь Установленного Арчлинукса Первым делом Сделал Побежал Поднастроил Программу Для записи С экрана А теперь Ну Попробуем Что такое Арчлинукс И С чем Его едят Вот Изменить Панель Переместить Ну Я люблю Вот Чтобы Здесь Она Была Хоп Переместилась Настройки Панели Пойдем Сюда И я Сделаю Несколько Побольше Вот Таким Вот Образом Вот Теперь Меня Это Уже Более Или Менее Устраивает В Меню Так Что Мы Броузер И Параметры Системы Управление Доступ К файлам Заблокировать Экран Для Тополя Ладно Ну Пойдем В общие Настройки Так Первое Что у нас Тут Темы Так Значки Рамки Окон Рабочий Стол Ну Тут Он Только Один И выдает Хотя Есть Вот Добавить Тема Рабочего Стола И Где Он Ищет В сети Это Любопытно Ну Давайте Посмотрим Что Имеется В сети Такого Симпатичного Что Могло бы Мне Понравиться В сети Оказывается Очень Много Чего Есть И Выбирать Как говорится И не Выбрать Но Допустим Есть Эклипс Ну И Что Установить Допустим Ну Давайте Посмотрим Что За Эклипс Такой Ладно Значки Иконок Я Менять Пока Не Буду Ничего Делать Не Буду Вернемся Сюда Первым Делом Что Я Обычно Делаю Я Всегда Бегу Предпочитаем Приложение В интернет Я Выставляю Всегда Chrome SM Player У меня Тут Видео Стоит Графический Редактор Гим Стоит Текст Геони Ну Можно Даже Геони Так Ну Можно Взять И тут Какая Собственно Разница Ладно Значит Дальше Экранная Заставка Настройки Никогда Не Блокировать Еще Разочек Не Надо Мне Блокировок Никаких Так Управление Питанием Никогда Смени Этого Достаточно Так Дисплей У нас Нормальный На 22 Дюйма У меня Это Мои Родные Как говорится Пинаты Предпочитаемое Приложение Мы уже Посмотрели Клавиатура Вот она Красавица Идем Сразу В раскладки Добавляем Добавляем Во-первых Добавляем Русское И Добавляем Еще и Английское Добавляем 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 По-Альт-Шифт Как в Индии У меня Теперь Голова Не болит Так Это Дело Мы сделали И вот Появился Значок Пожалуйста Вот Английская И русская Значит Переключение Значит По-Альт-Шифт Значок Собачки В английской Раскладке Шифт И русская Буква Э И получите Знак Собачки Когда пишите Адрес Электронной Почты Так Ну ладно Основное Здесь Значит Мы сделали Посмотрим Значит Что вообще Тут Какие Есть Оплеты Ну Давайте Сразу Пойдем На сеть Подведем Что тут В сети Есть Вот Я всегда Делаю Веза Погоду Установить И Пишу Еще Офф Вот Этот Оплет Очень Удобно Выключать Им Компьютер Идем В установленное Значит Вот Здесь Вот Добавить На панель И Добавить На панель Так Погода Добавилась А Включить Выключить Что-то Я не пойму Ну Может Быть После Перезагрузки Что-нибудь Там Поменяется Ладно Не будем Пока Продираться Значит Ну Что Пойдем Настройки Узнать Мое Местонахождение Переводить Так Время Ну В 24 Часовом Формате Вот Это Я Убираю Надпись И Прогноз На 5 Дней Вот Это Обязательно Так Все Сделано Поставлено Смотрим Леверпуль Все Стоит Время Проверим Время У меня Стоит По Лондону Менять Ничего Не буду Кому Надо Разблокируйте Поставите Время Своей Часовому Поясу И Все Если Города Нет В списках Просто Ставьте По тому Времени Которое Будет Совпадать С вашим Часовым Поясом Вот И Все Или Берите Ближайший От вас Город Который Будет Цепляться Вот И Все Так Меня В принципе Интересовало Значит Тут Что Такое Тут Несколько Как-то Тут Она Все Списком Дает Такого Нет Столик По Группам Там Офис Там Что-то Так Менюшка Несколько Странное Ну Ладно Давайте Глянем Значит Геони Я Добавлю На Панель Посмотрю Какой Из них Мне Больше Нравится Так Ну Хорошо А Как Допустим Мне Посмотреть Так Лебри Офис Стоит Да Ты Смотри Вон Ахал Причем Стоит Одна Из Самых Последних Версий Все Ребята Вопросов Больше Нет Ну Вот Само По себе Меню Конечно Мне Не Фонтан Почему Тут Нет По Группам Там Мне Нужно Найти Программу Которая Позволяет Устанавливать Другие Ну Вот Вроде Б Я Нашел Какую Командочку По Типу Пакман Минус С Ну Например Я хочу Поставить Крусейдер Крусейдер Ну И ради Бога Перейдем Мы Корень Наберем Наберем Снова Пакман Минус С Крусейдер Что он там Нам Откинет Так Так Значит Он Он Просто Нашел Пакеты Которые Необходимо Установить Чтобы Было Все Это Дело Сделано И Спрашивает Приступить К Установке Или Нет Я Ему Говорю У Да А Мог Просто Enter Нажать Ну Давайте Посмотрим Какие Чудеса Тут Откинет Ну Давайте Я Здесь Наберу Ставим Голубчик Ну Ка Ну Ка Ди К Сюда Мил Человек Так Сохранять Применить Здесь Я Обычно Всегда Делаю Добавить На Основной Панель Вот Она И Теперь То Же Самое В Корневом Режиме Сделаем Ему User Ну Хочу Вам Сразу Сказать Что Crossader У Меня Обычно Всегда На Других Линуксах Ставился Долго А Этот Что То Как-то Невероятно Быстро Раз И Поставился Ну А Давайте Ка Мы Посмотрим Вот Такую Командочку А Поставит Ли Он Конки Менеджер Конки Менеджер Не Нашел Отправился Ха-ха-ха Ну В конце Концов Можно Красавчик Додавить На Панель Вот Это Мне Нравится Почему Я Объясню Потому Что Я Сейчас Тогда Пойду Скачаю Пакетик Один И мы Будем Видеть Системную Информацию Вот Видите Как Интересно Значит Arch Линукс Очень Лаконичен В нем Нет Графического Установщика Программ Но Если Ты Ему Задаешь Через Простейшую Команду Pacman Минус С И указываешь Имя Программы То Он ее Моментально Ичит И если Находит То Предлагает Установить Ну Давайте Вот Навшивость Поверим Еще Вот Так Вот Давайте Ко Моему Скайп Укажем Что Он Тут И Он Предлагает Вести Четыре Поставщика Любого Из них Да Господи Так Первый Давай Установки Да Давай Изменить Фон Рабочего Стола Хочу Здесь Пока Не Шибко И Здесь Немного А Нет Вот Кое Что Есть Я Обычно Люблю Много Разница Ну Давайте К Значит Что Мы Сделаем Конки Менеджер Сначала Я Просто Запущу Вот Этого Красавчика Здесь Мы Значит Настройках У них Сделаем Чтобы Коночки Автоматически Включались Здесь Значит Я Пойду И Сделаю В Настройках Сделаю Я Правее Немножечко Смещу Вот Так Вот И Смешу Мне Нужна Системная Информация Именно В том Виде В котором Я Привык Ее Видеть На П Коночки И Вот Эти Коночки Я Возьму Нахальные И Скопирую Сюда Затем Я Зайду Вот В Эту Папочку И Вставлю Их Сюда Теперь Мы Пойдем Уберем Готом Поставим Вот Эти Коночки Ну Пусть Даже Как Говорится Оно Там И Даже Так Да Бог С Ним Ничего Страшного Конечно Хотелось бы Что Вот Это Чудо Не Было Вид Вот Этот Голубчик Закомментируем Что Быть У Нас В Этом Случае Вот Оно Как Вот Оно Голубушка Вот Оно Вот Оно Где Сидела Хинты Так Ладно Ну Теперь Уже Скажем Так Уже Полегче Единственное Значит Что Тут Мы Посмотрим Терминальчике И так Я как-то Совсем Упустил Из внимания Что Вот Пропали Из меню Подгруппы Помнится Мне Я Ползал Вот Здесь Вот В темах И По-моему Доползался Вот До Эклипса Поменяю Все это Дело Снова На Ценомончик Посмотрим Что тут Будет Вот Все Оно Нормально И встало Вот Таким Вот Простейшим Образом Все По-группам Снова Стоит Все Работает Все Нормально Значит Единственное Значит Вот Нет Здесь Графического Инсталлятора Ну Как видите Проблема Решается В терминале Набирается Команда Пакман Пробел Минус С Большое Пробел И Набираете Имя Команды Вот Практически Все Поэтому В принципе Арч Линукс Настраивается Настраивается Легко И Я бы Еще Хотел Вам Порекомендовать Значит В плане Арчи По Арч Линукса Помощь Спрашивайте У Исмаила Вот Исмаил Он Уже Давно Как говорится С Арчем Возится В нем Он Очень Здорово Разбирается Поэтому По всем Вопросам Относительно Установки Настройки Арч Линукс Побеспокойте Его Человек Он Безотказный И Помогает И помогает Здорово Так что Вот Таким Вот Образом Рекомендую Вам Человека У которого Есть действительно Реальный опыт В установке И Настройки Арча Да и вообще Он как говорится Очень знающий Такой И опытный Пользователь Итак Я поставил Арч Линукс Вернулся Значит На Линукс Мин Цинамон И сейчас Буду Заканчивать Видео Об Арч Линуксе Вот так Вот выглядит У меня Меню Загрузки Цинамон Арч Линукс И Винда Вот таким Вот образом Значит Еще раз Значит Повторяю Для всех Значит Арч Линукс Для людей Уже Опытных Пользователей С ручками И головой Для начинающих Нечего Там Делать Хотя Вот смотрите Убрать В принципе Ресурс Это тоже Использует Довольно Таки Скромно То есть За исключением Вот программы Которая Сейчас Пишет На Экран Ну Вот смотрите 6% Отнять Вот 27 Где-то Там 21% Да Хотя Цинамон Еще Тут Где-то Сидит Ну Цинамон Да Вот И И Здесь Отнять Там 15-20 Процентов Там Он Рисует Тоже Очень Небольшая Нагрузка Поэтому Я бы Не стал Уж Там Привозносить Арчлинок За его Сутр Скоростные Качества Но На скидку Могу Сразу Значит Сказать Вот То Что Значит Заметил Нет Хорошего Графического Установщика Значит Различных Там Программ И Пакетов Это Скажем Так Не Предусмотрено Идеологии Арча Ну Кому То Нравится Такой Минимализм А я Сторонник Скажем Так Умеренного Подхода Поэтому Здесь Как говорится Все на любителя Ну По крайней мере Люди Это дело Смогут Попробовать Теперь Дальше Что мы Можем Посмотреть Вот Посмотрите G-Parket Я там Арч Буквально Там Несколько Программ Поставил Вот Смотрим Восьмой Раздел Занимает Он Как говорится Там Я еще и толком Программ Своих Не ставил А уже Занимает 7,68 То есть И Не такой уж Он Скажем И компактный Так Что Любителям Арча Тут Это Самая Просьба Меня Как говорится Не критиковать Просто Говорю То Что Вот Смотрите Заходим В корень User Так И Идем Home Мы Сборки Хранили Вот Здесь И Вот Здесь Я создаю Папочку Arch И В Arch Сделаю Папочку Напишу Root Ну На всякий Случай Потом Может пригодиться Сделаю Еще И Home Пусть Будет Так Вот И Все Теперь Значит Включаем Нашу Программу User Восьмой Раздел Так Дальше Где у нас там Все это дело Хранилось Там Вот Arch Вот Root Заводим Пароль Поставляем Количество Ядер Имя Образ Задаем Arch Ну И Нажимаем На Пупочку Кнопочку С ошибкой В русском Языке Несохраненный Раздел Сохранить Раздел Сохраняем Его Итак Контрольная Копия Сделана Значит Теперь Что мы Сделаем Мы Просто Посмотрим Ее Размеры 3,8 Гигабайта То есть Вполне Нормальная Рабочая Копия Так Что Как говорится Вопросов Нет Ну Ладно Значит Думаю Что Парчику Я вам Кое Что Рассказал Из Самых Как говорится Необходимых Манипуляций Так Что Думаю Сможете Вы Себе Его Поставить Повозиться С ним Опять Так Повторяю Это Для Опытных Пользователей Новичкам Там И Делать Нечего И Даже Вопросы На Эту Тему Не Задавайте Всем Удачи До Следующих Встреч Субтитры Субтитры